Куба объявила, что вынесла приговоры десяткам активистов, которые участвовали в антиправительственных протестах прошлым летом. Те народные выступления назвали самыми масштабными со времён революции Фиделя Кастро в 1959 году. Впрочем, их быстро подавили военные. Сотни людей оказались в заключении. «В рамках 381 дела вынесли 76 окончательных обвинительных приговоров, 16 осуждённым от 16 до 18 лет. Из них 15 были приговорены к альтернативным видам наказаний вместо тюремного заключения. Остальные разбирательства в судах продолжаются». В участии в незаконных протестах обвинили 790 кубинцев, включая 55 человек младше 18 лет. Из них приговоры вынесли почти трём сотням протестующих. Им дали от 5 до 25 лет тюремного заключения, признав виновными в подстрекательстве к мятежу, саботаже, грабежах с применением силы и в общественных беспорядках. На Кубе уголовная ответственность наступает с 16 лет. Те, кто избежал тюремного срока, получили предупреждение. Прокуратура сообщила, что им грозит заключение, если они нарушат наложенные на них санкции или совершат новые подобные преступления. Правозащитные организации, правительство США и Европейский Союз неоднократно заявляли, что судебным процессам на Кубе не хватает прозрачности. Они также призывают освободить всех осуждённых. При этом сами кубинские власти обвинили в финансировании демонстраций Соединённые Штаты.